Путин заявил, что как на Украине, нет нигде в мире такой коррупции, там она узаконена, я угораю. Человек, который 20 с лишним лет расхищал Россию в ноль, а потом поехал воевать на танке с табуреткой. Он рассказывает про какую-то коррупцию в Украине, а в своем глазу бревна не замечает. А еще он наметнул еще, что сдал Россию. Я вам сейчас видео включу, это опубликовал какой-то там путинский блогер на своем телеграм-канале. Ну, мы взяли, сняли экран, чтобы там не докапывались, да, то есть это уже авторский наш продукт. Звук сделали в два раза медленнее, поэтому Путин разговаривает как пьяный. Ну, вот такое ощущение, что он на кухне алкаш какой-то втирает тебе чушь, какую-то дичь втирает алкаш на кухне. Вот, послушайте, это просто охренеть не встать. Если вспомним то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского, ведь он ездил в Орду, кланялся Ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного, нашего языка, традиции, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться, как снег поздней весной. Вот почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну, затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Нет, это мы замедлили звук, но я думаю, что он такой и должен быть. Смотрите, то есть это чучело, да, рассказывает про Александра Невского, который ездил там за ярлыком и так далее. То есть он ездил договариваться, чтобы его орда не долбанул. Причем он говорит, что он там, сейчас вот прям, я даже записал, он, ну, то есть Александр Невский, думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну, а затем и все народы, проживающие на территории нашей. Какой огромной страны, княжество такое малюсенькое было. В общем, какой бред несет этот придурок. Он думал, чтобы его татар-монголы в спину не шарахнули, да, и там не заменили на его братца, да, съездить ярлык, получить очередной раз, да, там, со шведами, с тевтонами драться. Путин со шведами, с тевтонами дрался? Он, может, в Невской битве победил? Или, может быть, он на Чудском озере победил? Путин, что себя с ним сравнивает? Он поехал и сдал Россию, и теперь он ищет оправдание, понимаете? Он ищет оправдание, вот этот козел, тем своим действием, что сдал Россию Китаю. Вот этим он четко, прям любой психолог вам скажет, что он четко показывает, он пытается себя поставить на место, там, этого Александра Невского, а его на свое место, видите, вот он там в Орду съездил, сдал, получил ярлык на княжение. Это как раз то, что я вам говорил, он этими же словами говорит, про ярлык на княжение и так далее. Представляете, какая мразь? Это абсолютно точно, Россию-то гадость сдала, понимаете? Он все борется с Западом, понимаете? Вот этот придурок, он все с тевтонами борется, блядь, и с ярлами, с варяжками, блядь, со шведами. Заниславович, сейчас Китай может убрать документы, все подписаны? Я думаю, нет. Нет, я думаю, может быть, документы и подписаны, но важной, важной частью является обнародование, понимаете? Должен Бога сказать. Вы же думаете, зачем он такую примендикацию проводит? Перед операцией определенной. Да, он там рассказывает про этого Александра Невского, про ярлык и так далее. Именно для этого, чтобы сейчас это обсуждалось. Ислаб Уилов сам раскрыл план Китая, то, что в их план не входило сохранение культуры, языка народов. В России, раз его пытаются оправдать, значит, выхода он уже не видит другого. Согласен? Так оно и есть. Так оно и есть. То есть, вот видите, вот лишь бы язык не трогали, а так пусть делают из нас собачьи консервы с нашим языком. С заливным, с нашим заливным языком. Вячеслав, а может, Путин уже мнит себя Чингисханом? Ну, запросто, помните, как написали статьи о том, что Путин потомок мировее? Я тогда просто чуть не поперхнулся, когда мне кто-то там прочитал. Это была Кремлевская статья. Родственников Путина там. Какие они все крутые. Очень сильно смеялся тогда. Я тогда. Кремлев PiS